В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! И вначале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Бросились к горящему авто и спасли водителя и пассажиров. Подробности ДТП в окрестностях Махачкалы расскажем через несколько минут. Он стал примером стойкости духа и верности присяге. Героически погибшему 7 лет назад Магомеду Нурбагандову открыли памятник столице республики. Амбициозные планы с новым главным тренером. Махачкалинская «Динамо» возглавила один из самых титулованных специалистов российской премьер-лиги. Не хотят связываться с банком или не хватает официальных доходов. Дагестан занимает одно из последних мест, 82-е, в рейтинге развития ипотеки в России. По статистике, в нашей республике лишь 8 человек из 1000 взяли за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья. Лидирует в данном списке ТВА. На втором месте Тюменская область замыкает рейтинг Ингушетия. Готовность школ региона к новому учебному сезону на сегодня составляет 65%. К слову, на прошлой неделе она равнялась 56%. Об этом на совещании у главы доложил министр образования и науки республики Ехья Абучаев. Стоит отметить, что в данный момент в Дагестане проводится ежедневный мониторинг капитального ремонта образовательных учреждений. Напомним, что контроль не только темпов, но и качество ремонтных работ проводится в связи с поручением Сергея Меликова. Улицу Даниялова отремонтируют в Махачкале. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить территорию на отрезке от улицы до Хадаева до Буйнакского. Сейчас на участке до улицы Гусаева укладывают верхний слой дорожного покрытия. В связи с проводимыми работами временно изменена схема движения транспорта. Не прошли мимо, а бросились на помощь. ДТП на трассе в сторону Махачкалы, приведшее к возгоранию машины, закончилось бы и вовсе трагично, если бы не своевременная реакция случайных очевидцев. Все подробности спасения и нескольких жизней узнаем у Карима Гамаева. В тот день Анжела с родственницами стояли на дороге и ждали попутку. Подвезти их на своем авто решил Мухаммад Курбанов из села Качалай. Но тогда ни сам водитель, ни его пассажиры не знали, что станут участниками целой спасательной операции. Этого человека тоже мы первый раз познакомились, увидели. Мы даже не думали, что так будет. И увидели, как героя. Такой поступок настоящий, мужской поступок. Он, рискуя своей жизнью, побежал спасать человеческую жизнь. Быстрые и решительные действия Мухаммада вывели из состояния шока его попутчиц, которые после недолгой паузы тоже бросились на помощь. Мне было очень страшно, я переживала за людей. Потом я подошла к маме, говорю, вот как раз мы только заходили в аптеку, говорю, давай перекись, хлоргетидин, что у тебя есть, давай я завяжу, помогу, что я ему сделала. И вот там еще было несколько людей, которые подошли, тоже поставились нам помочь. Вот, потом приехала в коры. Парень подошел ко мне, обнял, помню, такой парень был, обнял меня, говорит, брат, как я увидел, как ты побежал туда, я тоже страх потерял, говорит. Ты, говорит, буквально этому парню жизнь подарил. Сам Магомед смутно помнит происходящее, говорит, действовал на адреналине. Задача была спасти жизнь зажатого между сиденьем и панелью водителя, которому уже подступался огонь. Я подбежал, уже огонь конкретно охватило машину перед, там невозможно подходить. Я резко такой подошел, думал, подергал дверь передней, ну, думаю, может откроется, но сына, она внутри была. Ну, понял, что там бесполезно. И через заднюю дверь начал тягать его. Я кричу ребятам, я говорю, ребята, я говорю, он сейчас заживо сгорит. Я говорю, идите помогайте. Больше всего люди боялись, что машина взорвется, но я как-то подумал, что бак сзади у нас еще есть немного времени, вспоминает Мухаммад. Газовый баллон в багажнике, бак тоже сзади. Я говорю, пока туда огонь доберется, ничего не заживется. Я говорю, надо ход ногу, говорю, оторву, но надо его вытаскивать отсюда. Потом пару ребят еще помогли уже, когда уже вытягивал. В родном селе о Мухаммаде отзываются только положительно. Хороший семьянин, друг, сосед. Со слов местных жителей, он всегда придет на помощь в любой ситуации. Даже вот и на строительство мечети первым поднялся и собрал джамаат. Я даже, можно сказать, и не удивился. Почему? Потому что он на самом деле сужен такой. Это не случайно, наверное, случилось. Он все время вот так, как я уже говорил, и мечет он призывает вот так, чтобы построили. Аль-хамду лиллах, что у нас есть такие братья. В Священном Куране есть аят, в котором Священный Аллах говорит, человек, который спас одного человека, он подобен тому, который спас все человечество. Сам Мухаммад скромный по жизни человек. Считает, что сделал то, что должен был сделать. На дороге случается всякое, говорит наш герой. А проезжать мимо чужой беды не в моих правилах. Карим Гамайев, Саид Шагидов, новости ННТ, Качалай. В почести герою России в Махачкале открыли памятник Магомеду Нурбагандову. Прошло семь лет со дня подвига смелого полицейского, который стал примером стойкости духа, преданности присяге и долгу. Символичный монумент теперь будет стоять в центре города на улице Абубакарова. В торжественной церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, родные и близкие героически погибшего полицейского, а также активисты молодежных движений. Магомед Нурбагандов, человек, который сумел запечатлеть себя в истории, совершил невероятный позык, который до сих пор отвлекается у нас и в текстах, и в театре, и в различных кестах. Мы очень горды этим человеком, поскольку звание Героя России носят люди, которые отличились тем, кто очень высоким. Магомед Нурбагандов стал для дагестанцев истинным примером для подражания. Последние группы дагестанских паломников заканчивают посещение знаковых мест на святых землях Саудии. Хадж подходит к концу, и накануне наши корреспонденты, которые все еще находятся в королевстве, посетили пещеру Хира, которая по праву считается одной из главных святынь мусульманского мира. Она находится в окрестностях Мекки, на горе Джабаль-Ан-Нур. Сотни лет на ней собираются паломники со всего света. Хира расположена на горе, которая находится в двух километрах от Каабы, то есть от центра города. Подъем на нее у неподготовленного человека занимает около двух часов. Мы поднимаемся, высота где-то 280 метров. Не тяжело ли вам сейчас подниматься? Мы же из Дагестана, с горы, ребята. Мы только по домашним горам ходим. Как, конечно, тем более по тем местам, где наш пророк был, конечно, не тяжело, не страшно. Сейчас здесь проложена дорога, есть ступеньки, подножие ее заасфальтировано. Но при жизни пророка, мир ему и благословение, всюду была только каменистая поверхность. Именно в этой пещере ангел Джабраиль передал пророку Мухаммаду, мир ему и благословение, первое откровение и первые аяты Корана. И о спорте. Горный бег, стрельба из лука и поднятие гири. В Махачкале прошел фестиваль спорта «Здоровое поколение». Все началось утром с массового забега на гору Таркитау. Пробежка объединила людей с самого разного возраста. На финише на смотровой площадке около двух сотен человек разыграли главный приз – велосипед. Далее все основные мероприятия проходили на площадке у подножия горы Таркитау, где усилиями местных жителей созданы условия для занятий спортом. В рамках фестиваля спортсмены состязались в национальных дисциплинах. Также прошли соревнования по стрельбе из лука, шахматам и волейболу. Всех участников угощали пловом и чаем из горских трав. Победители получили дипломы и награды. А у махачкалинского «Динамо» новый главный тренер. Команду возглавил один из самых успешных специалистов России – Курбан Бердыев. Известный наставник дважды приводил казанский «Рубин» к победе в чемпионате страны. Последним местом работы 70-летнего Бердыева был клуб «Сочи». На посту главного тренера «Динамо» он сменил Горана Алексича. Понравилась идея из стратегического направления клуба и республики в целом. Потому что мне это знакомо, и это очень важный и серьезный проект. Прежде всего, второе, что касается клуба, то это, безусловно, хотелось бы, чтобы «Динамо» представляла «Махачкалов» премьерный. И такая задача стоит. Трудная, но ничего страшного. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шемхалаева. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин